всем привет добро пожаловать в мою оранжерею у меня многие спрашивают в комментариях как я поливаю свою орхидею в таком кокосовом кашпо и вот сегодня я вам покажу как раз сегодня у меня день когда нужно полить орхидею методом замачивания сейчас я вам все покажу как я это делаю пришлось ходить за стульчиком так как она у меня высоко подвесном кашпо вот таком и сейчас я как раз делаю водичку ей все при вас делаю ну вот мои директора все спят никто работать не хочет а вот только не вот так вот валяется здесь теплый пол и им просто здесь балдеж им нравится два моих красавца но этот мой старший директор главный а это его зам балюня бали мальчик мой сладкий он они даже видите как подружились бали на него даже лапки сложил урчит ну пока помощники мои отдыхают продолжим поливать орхидею для полива я использую вот такой тазик туда и добавляю колпачок у меня вот такое вот удобрение разные покупаю просто колпачок вот так вот на тазик выливаем даже много получилось но чуть поменьше колпачка мерного стаканчика последний раз купила вот такое удобрение и туда я еще добавляю энтарную ну пол таблетки а то и одну таблетку если вот на такое одну таблетку энтарной кислоты вместе с удобрением только я ее конечно измельчаю как порошочек и высыпаю и наливаю обязательно теплую воду и теперь я вот это кашпо опускаю в воду вот так вот оно должно как бы погрузиться полностью здесь просто ветка с цветами и все и минут на 30 я оставляю вот так вот хорошо напивается здесь редко поливаю я поливаю раз в неделю орхидеи потом от лампа видимо все она нагревается вот здесь корешочки вижу меня подсохли нужно можно обрезать они прямо сухие здесь посмотрите видите вот цветонос вот цветонос вылез то есть орхидеям нравится принципе нравится но я давно уже не по и не убирала корешочки некоторые сухие пока мои орхидеи пьют водичку я выскою некоторые другие свои растения меденила очень любит влажность воздуха иногда между поливами я ей просто вот так узнаете грунт сверху просто увлажняю и все но пока вот я не вижу что у нее трос какой-то идет на листья конечно увеличились в размерах хоть у меня влажность здесь и такая хорошая потому что здесь у меня водопад находится я все равно вот эти растения которые стоят рядом водопадом я вот так до опрыскиваю так как эти все растения очень любят влажность воздуха а здесь у меня пол теплый и поэтому конечно же влажность уже становится меньше моя карамелька ну да скорее всего хотя вот этот лист у нее такой как бы вы не сильно-то я не могу сказать конечно что здесь варегатность какая-то но он такой неоднородный лист а вот эти новые молодые листочки конечно вот такие такой явной варегатности конечно нет я уже говорила что он даже если не будет варегатный он не такой нравится мне очень нравится листья очень такие красивые и они не мелкие красиво смотрится все равно растение пусть будет такое как есть варегатный значит позже будет и здесь так немножко плембага смотрю я вот обрезала вот эти цветоносцы уже которые отсвели он заново начинает набирать прошло 30 минут в сонном царстве ничего не поменялось только поменялось место расположения и все ну а мы будем доставать свои орхидеи ну вот хорошо грунт так намок хорошо очень орхидейки напились и теперь я их просто так стою и они у меня вот здесь вот на кран я их вот так вот вешаю здесь и они у меня стекают здесь кора кору обратно а эту воду из-под орхидеи я никогда не выливаю я и разливаю по растениям под шифлеры под папоротники то есть у меня вот раз в неделю стабильно вот это все разливается и сейчас они у меня стекут вам на минут 30 на раньше там постоят и я их повешиваю обратно на место увидимся в следующем видео а